Девушки отдыхают Студенты и преподаватели не уступали друг другу до последнего. Чем закончился товарищеский матч? 11 мая Казанский федеральный посетил директор Российского федерального ядерного центра Валентин Костюков для ознакомления с возможностями университета. Как это было, ты увидишь в следующем сюжете. 11 мая КФУ посетил директор Российского федерального ядерного центра Всероссийской научно-исследовательской института экспериментальной физики в городе Саров. В этот день Ильшат Гафуров лично продемонстрировал возможности университета. Были представлены такие лаборатории, как КФУ National Instruments и научно-исследовательский центр КФУ Роден-энд-Шварц. Особо вниманием служили исследования, проводимые совместно с Японским исследовательским институтом Рикен. Раннее 7 апреля делегация Республики Татарстан с участием президента Республики и ректора КФУ посетила город Саров. В ходе визита они пришли к договоренности о создании в Казанском университете представительства Российского федерального ядерного центра и совместных работах в области математического моделирования. Итоги визита подведут на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею КНИТУ КАИ, в рамках которой запланировано подписание соглашения Российского федерального ядерного центра и КАИ в присутствии президента Республики Татарстан, Рустан Миниханова и председателя Совета ректоров Республики Татарстан Ильшата Гафурова. Диана Шилова, Леонард Влитяров, Универньюс. 25 апреля ректор КФУ провел встречу, посвященную процессу перехода регионального центра инжиниринга «Химтех» под управление Казанского федерального университета. Что это за предприятие и в чем его уникальность, подробнее расскажем в следующем сюжете. Диана Шилова, Университета Которые не имеют лабораторного оборудования, такого опытного оборудования, пилотного оборудования. И это ускоряет получение хороших результатов. Широкая область применения пластикатов с одной стороны и актуальность разработки технологий получения новых компаудов с другой, обеспечивают значительный вклад опытной технологической линии в оказание услуг инженерно-технического направления. Ближайшая задача, которую мы решаем, организация промышленного производства без галогенного огнестрольного компаунда для производства оболочки кабелей высокого напряжения. Это до напряжения 330 кВт. Подобные установки всего две в России. А рецептур, которые у них изготавливаются, только одна единственная. То есть мы достигли достаточно высоких параметров. Одна из размещенных здесь же лабораторий, в задачу которой входит разработка материалов с новыми свойствиями, проводит еще и технические испытания и подтверждение характеристик продукции требованием нормативов. Действительно, возможности выходят далеко за пределы создания технологий по производству кабелей. Оборудование, сконцентрированное здесь, поможет создавать и тестировать полимеры, которые можно применять в различных отраслях. Наш производственные комплексы в основном рассчитаны на производство безгалогеновых компаундов. Вот они представлены непосредственно здесь. Это для кабельной промышленности. Также для дорожников мы готовы предложить серобетон. Это технология, которая была разработана в наших лабораториях. Также дорожников мы можем предложить серобетон, который действительно решит проблемы дорожного строительства на сегодняшний день. Главная цель, которая стоит сейчас перед региональным центром инжиниринга «Химтех» и «КФУ» – в миссии стать успешным проектом, усилив его учеными и новым производственным потенциалом. Елизавета Евтефеева, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Пока молодость бьет ключом, мало кто из девушек задумывается, что с ними будет через 10-20 лет. Как сохранить молодость и женское здоровье после 40 и еще долго оставаться такой же привлекательной и обаятельной, наполненной жизненной энергией? Ответ на этот вопрос искала Аделя Шамилова. Аделя Шамилова В этот момент количество выработанных эстрогенов резко снижается, а женский организм оказывается на опасной границе. С этого момента каждой женщине необходимо должным образом позаботиться о себе. И специалисты университетской клиники «Казань» уже готовы протянуть руку помощи. Альтернативы гормональной терапии фактически не существует. Естественно, стопроцентная помощь может быть только от гормонов. Вопрос другой, что большому проценту населения гормональная терапия может быть противопоказана или женщина категорически от нее отказывается. Тогда в этот момент мы должны решить, какую помощь ей оказать. Чем раньше назначена терапия, тем лучше эффект от нее. В этом и заключается так называемое окно терапевтических возможностей. Также настоятельно рекомендуется провести исследование ультразвукового типа. Также большое значение имеет именно диагностика. Диагностика онкологических заболеваний, которые, так как мы берем материалы на гистологическое исследование, то есть мы можем уже диагностировать причину на ранних периодах. Существует целый ряд заболеваний, первым сигналом которых и является менопауза, лечение которого невозможно без заботливых рук специалистов отделения хирургической помощи университетской клиники «Казань». Конечно, у каждого отделения есть специфика. Спецификой нашего отделения является оказание хирургической помощи. Это все виды операций, которые выполняются всеми доступами. То есть это ляпороскопические операции, операции, которые выполняются через разрез на передней брюшной стенке, операции при выполняемой влагалищным доступом. Основным направлением нашего отделения также является борьба с миомой матки. Возникновение различных женских заболеваний особенно вероятно, если женщине больше 40 лет. Поэтому необходимо знать врага в лицо и всегда помнить основные полезные для здоровья правила, которые остаются актуальными вне зависимости от возраста. И тогда вопрос, как сохранить здоровье после 40, перестанет волновать вас еще долгие годы. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Роман Самарин, Универ Ньюс. Команда студентов 4-го курса Института управления экономикой и финансов КФУ в составе Ильмиры Ильма, Альбины Сафиной и Альбины Солнцевой заняла первое место в Международной Олимпиаде использовании МФСО в национальном регулировании бухгалтерского учета Конгресса молодых финансистов 8-го Евразийского экономического форума молодежи и была награждена дипломами и нагрудным знаком «Золотая звезда Евразии». Поздравляем победителей! А мы продолжаем. Стало доброй традицией проводить товарищеские матчи между преподавателями и студентами Казанского федерального. Уже прошло два соревнования по баскетболу и волейболу, и никто не уступает в общем зачете. Решающим событием стала игра по мини-футболу. Товарищеский матч по мини-футболу между сборной командой преподавателей Казанского федерального и студентами Института управления экономики и финансов стал решающим событием спортивной весенней сессии. А все потому, что в волейбольном матче победу уже одержали студенты, а преподаватели взяли реванш в баскетбольном матче. Вообще, наверное, играть с преподавателями – это честь, как мне кажется. Поэтому я считаю, что обе команды сегодня были достойны победы. Матч закончился со счетом 1-1, и решающим моментом для всех стало пенальти. Здесь вырваться в победителя удалось команде преподавателей. Студенты, конечно, не ожидали такого исхода событий. Очень интересный матч был. Команда преподавателей показала отличную игру. Мы даже не ожидали, что будет такой сильный соперник. Это была завершающая игра спортивной весны, в которой многолетний опыт взял верх над юношеской энергией. Подобные встречи пройдут лишь в следующем учебном году. Поздравляю, безусловно говоря, весь наш университет, студентов, сотрудников и преподавателей, столь знаменательными событиями, потому что это действительно события. События, когда у людей есть хорошее настроение. События, когда люди приходят и радуются тому, что мы одна большая семья. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. На этом у меня все. Следи за нами в социальных сетях и будь в курсе самых свежих событий. С вами была Алена Ледвикина. Пока-пока.